Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры художников Вилли Гейгер, портрет композитора Ганса Фитцнера, 1923 год, холст масла, 65 на 51. Немецкий живописец Вилли Гейгер занимался в Мюнхенской академии художеств у Франца фон Штука, после учебы был премьирован поездкой по центрам мировой художественной культуры, бывал в Испании, в Италии, Северной Африке. Он много копировал на великих испанских мастеров, таких как Гоя, Веласкес и Эль Грека. Под их влиянием посвятил себя портретной живописи. Эта картина наследует колорит и пропорции произведения Эль Грека. При документальном сходстве Гейгер гипертрофировано трактует пространство и руки композитора. Эта часть тела традиционно символизировала спиритуальность героя. Автор хочет подчеркнуть высокую миссию Фитцнера, его увлеченность работой, горение духа. Фитцнер Ганс, немецкий композитор, дирижер, публицист, сын скрипача, в своих музыкальных сочинениях Фитцнер развивал эстетику позднего романтизма и известность ему принесла опера Палестрина. В публицистике проявлял себя как убежденный консерватор-националист. В книге «Новой эстетикой музыкальной импотенции» 1920 года выступал против нивелирования национального своеобразия, как тенденции, присущие авангардной музыке, против обобщенной мелодии, которая принадлежит всем и никому. Вот такое описание к работе Вилли Гейгера. Портрет композитора Ганса Фитцнера я нашел в интернете. Данные по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.